Музыка Уважаемые гости, Георгий Львович, Ирина Валерьевна, наши дорогие друзья, Ну, представителей армянской диаспоры я гостями не считаю, и нашего дорогого Санвела тоже. Приветствую вас. Третий раз мы проводим Дни Крыма в Армении. Все больше и больше, видите, у нас друзей, которые находятся в этом зале. И поздравляю, конечно, всех нас с восьмилетием воссоединения Крыма, потому что для нас, для армян, идея воссоединения, идея национального самоопределения, она основополагающая, близка, и мы тоже мечтаем о своем воссоединении. Так что еще раз поздравляю вас с этим праздником. Что касается темы нашей конференции, это евразийская цивилизация, то здесь очень важно отметить, что для нас, для Республики Армения, эта тема имеет огромное значение, так как сегодня на площадке, на общественном обсуждении в нашей стране практически это единственная идея, которая более-менее оформлена идеологически и практически. Поэтому, когда мы там выступаем, говорим, что мы там не отдадим коробах, мы должны объяснить еще, как мы это сделаем. Мало говорить, мало кричать, а надо еще говорить, как это сделать. Потому что кричать легко, а сделать трудно. В этом плане я хочу отметить, что мы должны создать свою идеологию и базироваться на этой идеологии. Вот сидел, посмотрел, что в зале председатели десяти партий. Десять партий председателей сидят здесь. Здесь сидят деятели науки, искусства, культуры, известнейшие экономисты, руководители общественных организаций, общественных советов. Это мощная сила. То есть в зале у нас сидит не просто общественность, сидит общественность политически и идеологически ориентированная на одни и те же цели, которые выведут нашу страну на новые горизонты, выведут нашу страну из того, будем говорить, нехорошего состояния, в котором она оказалась. Поэтому мы должны понимать, что система, которая нас выведет, эта система должна быть идеологизирована. И мы должны твердо быть уверены в этой идеологии. Когда в конце 80-х годов, можно сказать, подкупили верхушку политбюро Советского Союза и потом через подкуп разломали Советский Союз, там собрались, подписали, что-то такое. Тогда, значит, после этого началась антиидеология. То есть начали говорить о том, что все советское было очень плохо. Все советское было плохо, все советское было, там, я не знаю, история у нас была нехорошая, и у России вообще история была нехорошая, и у нас, как в части Российской империи, тоже было что-то такое. Все нехорошее было, все позорное, все недоделано и так далее. И нас заставляли самим, самим же, самих себя бичевать и говорить, что какие мы вот, вот какие мы вот недотепы. А вот там вот, вот там, где-то за океаном или там в Европе, все такие умные, все талантливые. И вот это самобичевание привело к тому, что мы стали сами стесняться своей истории, сами стесняться того, что мы делали. Да, в нашей истории были сложные моменты, да, а у кого их не было? Да, в нашей истории были неприглядные какие-то моменты, а у кого их не было? Поэтому очень важно, что мы должны быть не, так сказать, не просто как верить в какие-то рыночные ценности, а наоборот думать о том, что вот эти вот заклинания о демократии, заклинания о рыночных ценностях и так далее, и о правах человека, почему-то на нашей земле, в том же, допустим, Арцахе, они не действуют. В том же Крыму почему-то, не говоря, что вы можете, вот как люди выходят на свои требования, выставляют требования по национальному самоопределению, хотят воссоединиться с Россией. Почему-то это, тут вот эти все ценности куда-то исчезают. То же самое ЛНР, ДНР и другие территории. Поэтому я думаю, что вот после поигрыша в Холодной войне установленные в постсоветских странах новые порядки, они вот этого демократического тоталитаризма раскрыли широкие возможности для активного влияния, вливания в наши страны тоталитарных сект, деструктивных общественных организаций с внешним управлением. Мы знаем, что у нас очень много организаций под внешним управлением западных определенных структур. Различных так называемых меньшист, которые просто несовместимы с нашей христианской моралью. И так далее, и так далее. И вот когда нас отрывают от духовности и втаскивают в мир потребление, когда у нас убирают идеологию нашего христианского восприятия мира, восприятие, что хорошо и плохо, и вместо этого нам навязывают, допустим, идеологию потребления, то есть антиидеологию потребления. Когда нашу культуру превращают в предаток, какой-то предаток западных, антикультурных, вульгарных движений, вот именно тогда мы начинаем понимать, что мы теряем страну, мы теряем нацию. И в этом плане хочу сказать, что для идеологической обработки, о которой мы подвергаемся 30 лет после развала Союза, основная антиидеологическая для нас позиция, это то, что Россия якобы навязывала какие-то нам и другим странам, колонизированным в кавычках странам, какие-то там идеи, идеологии и так далее. С другой стороны, самой России тоже вспрыскивался яд пренебрежения к бывшим советским республикам, или же яд бухгалтерского подхода, кто больше, кто меньше дал, сколько стоит там что-то, а сколько стоит другое что-то. И вот это все навязывалось извне для того, чтобы расколоть наше общее цивилизационное пространство с Россией. Общее цивилизационное пространство. Это восточно-христианская цивилизация, евразийская цивилизация, из которой нас хотят перетащить по отдельности в другие цивилизации. В частности, нас сейчас уже пытаются перетащить именно вот в тюркскую, или турецкую даже, или даже, более научно говоря, нео-османскую цивилизацию. И эти попытки тоже будут, и они продолжаются. Поэтому мы должны понимать, что вот эти все структуры, которые здесь создавались в течение 30 лет, и которые нам навязывали, в первую очередь, антироссийские какие-то идеи, которые нам навязывали какой-то стыд за нашу историю, которые пытались зачеркнуть те исторические, великие исторические события, допустим, когда Армения воссоединилась с Россией, когда Арцах воссоединился с Арменией, когда и так далее. То есть эти события, которые происходили, и те героические исторические ситуации, они пытаются вычеркнуть, особенно у молодежи, потому что уже в школьных программах совершенно другое. И вот это все, речь идет об идеологии. С другой стороны, конечно, вот и часто говорится о том, что почему же у нас так произошло. Да, потому что были и объективные, и субъективные предпосылки к этому всему. Не будем сейчас их перечислять, это все известно, но недавно президент России Путин сказал, что если бы не было Октябрьской революции и распада СССР, то население нашей общей страны СССР тогда составило бы 500 миллионов человек. Сейчас же мы имеем сокращение населения в большинстве постсоветских стран, в том числе и в Армении, где у нас было в 90-м году 3,7, почти 4 миллиона человек, сейчас осталось 2,5. Это показатель всего. Это показатель того, что мы не смогли создать то государство, в котором наш народ чувствует себя уютно, чувствует себя безопасно, и остается жить в этой стране и остается творить в этой стране. А мы должны создать, мы с вами, вот здесь сидящие, должны создать именно такую страну. Что касается России, тоже население сократилось. За то же время, с 90-го года, 148 миллионов до 144 миллионов. И по прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, хотя сейчас ООН тоже доверять нельзя, то сокращение населения продолжится и у нас, и в России. То же самое по ВВП. Знаете, когда мы были вместе, был Советский Союз, мы имели в промышленном, мировом промышленном производстве, СССР имело 20%. ВВП 17%. Сейчас намного цифры скромнее. Поэтому нам нужна общая идеология, разработка и внедрение общей идеологии евразийского пространства, о чем мы сегодня и решили провести нашу конференцию. И вот здесь основной, основой новой идеологии евразийской цивилизации должна стать защита общих, общих для всех вот этих наших стран, в первую очередь для нас, России, Белоруссии. Общих цивилизационных ценностей и возможность создания гармоничного развития самоидентичности каждого народа. То есть должна быть общая идеологическая платформа, которая одновременно дает возможность для развития самоидентичности каждого народа. Второй постулат — это способность и стремление к диалогу цивилизации. То есть мы как цивилизация, евразийская цивилизация, должны иметь возможность диалога с другими цивилизациями. И третье, конечно же, третий кит, на который наша евразийская цивилизация будет расширяться, это идея реинтеграции. Идея реинтеграции, которая должна привести к созданию нового союза. Нового союза. Он будет в виде союзного государства или еще какого-то макрополитического объединения. Но для нашей страны это очень важно. И в этом новом союзе мы не только видим Армению, мы видим все те административно-политические единицы, которые были в Советском Союзе. В том числе те образования, которые были конституционными образованиями Советского Союза. В том числе, как вы знаете, в Советской Конституции была записана Нагорно-Карабахская автономная область, которая сейчас переименована в Арсавскую Республику. И вот именно возможности, которые нам дает Советская Конституция, и мы, как все, в первую очередь, правоприемники Советского Союза, должны и обязаны обеспечить безопасность всех конституционных субъектов Советского Союза. Я именно в ключе нового союза, в ключе, условно назовем, союзного государства, вижу решение Арсавской проблемы. Не, понимаете, вот кулаками там поднимать, а именно разработкой четкой идеологии, плана по развитию нашей страны с конечной точкой, выработкой цели развития нашей страны и приведения нашей страны именно к этому поставленной цели. Именно так, я считаю, мы можем решить проблему не только спасения Арсаха, но и спасения Армении, о которой мы с вами все беспокоимся. В этих сложных, непростых условиях, которые создались в мире, конечно же, мы, вы знаете, наше движение провело, мы все вместе с вами, провели несколько акций в поддержку России, которые были и направлены на наше союзничество, и сегодня Россия должна чувствовать, что у нас, в нашем лице Россия имеет надежного союзника, верного союзника, который тяжелую, трудную минуту друзей не бросает. Спасибо. 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 Спасибо.